Гастроли театра оперы и балета Якутии в Хабаровском крае начались накануне на сцене Краевого музыкального театра. Состоялось официальное открытие. Первой постановкой, которую показали зрителям, стал балет Ромео и Джульетта. Как артисты готовились к выступлению, смотрите далее. Самый северный в мире театр репетирует жаркую историю о любви. Гастроли в Хабаровске Якутский театр оперы и балета открывает Ромео и Джульеттой. В постановке легендарного Юрия Григоровича. Исполнители в точности повторяют хореографию спектакля, который идет в Большом театре. Затем, чтобы ни на йоту не отступить от канона, следит главный балетмейстер Мария Сайдыкулова. Ведь она лично уговорила мэтра приехать в Якутск, зная, что Григорович всегда ставит на исполнителей. Я ездила к нему в Краснодар и я рассказала, что у нас есть мальчик очень хороший. Он очень подошел бы для Ромео как раз. И девочка, которая бы смогла бы станцевать Джульетту. И он заинтересовался. В партии Джульетты блистает Екатерина Тайшина, заслуженная артистка республики. Ее сценический стаж 15 лет. Ромео один из самых перспективных танцоров, несмотря на то, что в театре всего 4 года. Сарел Афанасьев. Он же исполняет главную роль в балете «Спартак». Еще одной постановки Григоровича, которую привезли в Хабаровск, якутяне. Их балетная труппа не только самая северная, но одна из самых молодых в мире. Всего за 25 лет они создали свою балетную школу. Театр рожден на голом месте, без традиций, без каких-то оснований для этого. В якутской культуре нет традиций оперного и балетного искусства. Тем не менее, он рожден благодаря невероятному энтузиазму и желанию быть лучше, соприкасаться со всеми шедеврами и со всей музыкальной, вообще со всей культурой мировой. 58 танцоров. Свой симфонический оркестр. Сценография великого Симона Версаладзе. Кроме Ромео, Джульетты и Спартака, хабаровчане увидят Жизель, а юные зрители Чиполино в постановке петербургского балетмейстера Александра Полубенцева. Кстати, последние два балета покажут в Комсомольске на Амуре и в Биробиджане.